Претензии в сокрытии случаев употребления допинга должны быть адресованы не только России. Об этом в интервью Times заявил Виктор Конте, бывший глава американской лаборатории, снабжавший спортсменов запрещенными препаратами. В 2005-м деятельность лаборатории вызвала крупнейший допинг-скандал в истории Соединенных Штатов, а сам Конте даже отсидел в тюрьме. Однако главное, по его словам, тогда не стало достоянием гласности. Американских атлетов, утверждает Конте, долгие годы намеренно отправляют к тренерам, которые дают им допинг, а на положительные результаты тестов закрывают глаза. Перед Олимпиадой 1988 года огромное количество американских спортсменов не прошли допинг-тесты, но им все равно разрешили участвовать в играх, а пробы Б просто вылили в унитаз. Если бы к нарушителям были приняты меры, они никогда не поехали бы на Олимпиаду и не завоевали кучу медалей. Все это спонсируется государством. Похожий случай, уверяет Конте, нередко и в других странах, причем заодно с нарушителями, действовала и ВАДА. В 2007-м Конте разговаривал с тогдашним главой этой организации и передал ему информацию о торговцах допингом на Ямайке. Но данные не были использованы, а запись беседы просто уничтожили. Тему допинга сегодня затронул и вице-президент Международной легкотлетической федерации Сергей Бубко. Слова прославленного советского спортсмена приводит сайт Международной ассоциации спортивной прессы. Украинец призвал не допустить отстранения российских атлетов от участия в Олимпиаде-2016. Необходимо защищать интересы тех, кто допинг не принимает, подчеркнул Бубко.